Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Мария Грушевая. Сегодня в нашем выпуске. Во вторник жительница Черноморска нашла возле своего дома две гранаты. Из-за срыва заседания комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности депутаты смогли рассмотреть только один вопрос о перераспределении бюджетных средств. По просьбе горожан в нескольких дворах нашего города были установлены новые скамейки. Сотрудники Ильичевского доканала готовят к включению городские фонтаны. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку выпуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі «Інтернет» за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Кабінет міністрів продовжив на місяць спеціальні зобов'язання найбільшому в Україні державному енергохолдингу «Нафтогаз України» з продажу населення природного газу на пільгових умовах. Відповідне рішення уряд прийняв 30 березня поточного року. За словами заступника міністра енергетики Олександра Святеліка, спецзобов'язання діятимуть з 1 квітня до 1 травня поточного року. Раніше голова «Нафтогазу» Андрій Колобоїв називав критично важливим, щоб Кабінет міністрів до 28 березня продовжив дію постанови про спеціальні зобов'язання. В іншому випадку, за словами Колобоїва, облгази з 1 квітня змушені будуть купувати газ для населення за ринковою ціною, яка приблизно в два рази вищепільговою. Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств «Теклокомуненерго», які надають послуги централізованого теплопостачання. Кабінет міністрів України виділив 500 млн грн стабілізаційної дотації містовим бюджетам на фінансування професійно-технічної освіти. Оце написала на своїй сторінці Фейсбук міністр фінансів України Наталія Яресько. Міністр повідомила, що 135 місцевих громад заклали до бюджетів фінансування ПТУ. Лише 9 громад цього не зробили, і без фінансування залишається 16 навчальних закладів по всій Україні. Саме тому Міністерство фінансів впевнено, що 500 млн грн стабілізаційної дотації, яку уряд виділив з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ПТУ – це достатній обсяг коштів для підтримки фінансування цієї кількості закладів, написала Яресько. Згідно з опублікованою на сайті Мінфіно інфографіку, Одеська область отримає 29 млн грн для міст Ізмаїв та Кутовськ, де недостатньо коштів для фінансування профтехучилищ. Президент розпочав чотириденний візи до США у Вашингтоні. Петро Порошенко візьме участь у саміті з питань ядерної безпеки на запрошення президента Барака Обами. Заплановані перемовини з віце-прем'єром президентом США Джозефом Байденом, генсеком ООН Пан Гімуном, президентом Нідерландів, президентом Польщі. Також Петро Порошенко виступить у Капітолії. В Євросоюзі біженці більше не зможуть вибирати країну, в яку вони хочуть переселитися. Про це повідомив Єврокомісар з міграції Дмитріс Авромополос. Настав час для повної імплементації виробленої схеми з переселення біженців. Нещодавно я отримав підтвердження майже всіх країн ЄС у тому, що вони беруть на себе зобов'язання щодо участі в переселення. Таким чином 54 тисяч біженців будуть розподілені у європейських країнах, розповів Авромополос. Комісар наголосив, що біженці не можуть самі вибирати країну, куди вони хочуть поїхати. Так, ми готові прийняти їх в ЄС, але ми будемо самі вказувати біженцям дорогу в країну, яка готова їх прийняти, пояснив Авромополос. Одеський суддя-стрілок Олексій Буран знаходиться в лікарні, але загрози його життю немає. Про це у середу 30 березня повідомила під час брифінгу голова Ради суддів Валентина Симоненко. За її словами, зараз суддя, який після стрілянини різав собі вени, знаходиться в лікарні. Поки ми не маємо з ним зв'язку, а знаємо про ситуацію тільки за повідомленням Національного антикорупційного бюро, зазначила вона. Що стосується обставин отримання неправомірної вигоди, то Симоненко повідомила, що розглядається позов по боргу однієї фізичної особи до іншої за участю консантологової компанії на 60 тисяч доларів. Суддя працює більше 10 років, подіям передувала емоційна розмова. А що стосується грошей, які були при ньому, та, зу словами заступника голови суду, мова йде про невелику суму в гривнях в лістісті з днем народження, зауважила суддя. Вона при цьому зазначила, що поки Рада суддів чекає результату розслідування, тому сам факт не коментує. Вона також додала, що наймовірніша Рада суддів проведе певні перевірки в самому Малиновському районному суді по роботі суддів. Нагадаємо, що раніше комітет Верховної Ради погодився позбавити недоторканості одеського суддю, який стріляв в детективів. ВОВТОРНИК В ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ ГОРОДО ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕРНОМОРСКА НАШЛА БОЕПРИПАСЫ. ПОДРОБНЕ В НАШЕМ СЛЕДУЮЩЕМ СЮЖЕТЕ. Жительница 4-го под'єзда, дому номер 1 по улице Лазурной, бывший бульвар Гайдара, Надежда Ивановна, часто наводит порядок на клумбе, расположенной вблизи многоэтажки. Именно здесь, еще понедельник, женщина нашла два неизвестных устройства. Однако о том, что это два корпуса гранаты РГД-5 и запалы к ним современного производства, жители многоэтажки узнали только во вторник. Я вчера убирала тут и увидела, но я не подумала, что это граната. А сегодня вышла снова тут убирать. Подбежали ребятишки и говорят, тетя, у вас тут граната, вы видели? А я говорю, как граната? Да, говорят, это газовая граната. И начали они все тут сбегаться, давай мы тогда уже быстренько, женщина проходила мимо, говорит, давай будем звонить в милицию. Буквально через несколько минут на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Вопрос о перераспределении бюджетных средств рассмотрели депутаты и комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности, заседание которой состоялось во вторник. Кроме этого, в повестку дня вошел вопрос о привлечении средств городских предприятий к финансированию берега укрепительных работ в 9 микрорайоне и улице Приморской. К сожалению, решение по этому вопросу не было принято ввиду срыва заседания комиссии. Основным в повестке дня постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности был вопрос об уточнении бюджета города на 2016 год. После доклада начальника финансового управления Ольги Яковенко члены комиссии рекомендовали вынести вопрос о перераспределении средств городского бюджета на утверждение сессии. Речь идет о 10 миллионах гривен, которые планировались в случае передачи дворца спорта на баланс города. Они планировались для того, чтобы дворец спорта привести, естественно, в нормальное состояние, дети, чтобы там занимались. Пока что этот вопрос не решается, поэтому эти деньги были распределены. После уточнения расходной части бюджета 4,5 миллиона гривен будут направлены в сфере образования. При перераспределении средств были учтены предложения депутатов горсовета и обращения граждан. Миллион 650 на капитальный ремонт. Это те, я проверял, это распределители кредитов, обследовали наиболее проблемные дома, в том числе и у меня на округе Ленина 2, там полностью потекла крыша, страшно 8 подъездов. Почти 3 миллиона на вопросы благоустройства, это освещение в сфере труда, который немножко стал таким рассадником нехорошим, его надо приводить в порядок. Еще один проблемный вопрос, который должны были рассмотреть депутаты, касался возможности долевого участия предприятий города в финансировании берегу укрепительных работ в 9 микрорайоне и улице Приморской. На заседание комиссии пришли несколько жителей с обращением принять незамедлительные меры по спасению склона, в районе которого расположена их улица. По вопросу повестки дня решение принято не было, так как глава комиссии прервал заседание. Единственное, чего удалось выяснить сегодня, что те 5 миллионов, которые выделяются с городского бюджета, если они будут освоены своевременно и качественно, то это хотя бы приостановит, приостановит только оползень, где страдают жители улицы Приморской. Но это приостановит. Дальше, естественно, надо вести работу. К сожалению, дальше комиссия, заседание комиссии было сорвано. Тем не менее, депутат городского совета Василий Бугайчук предложил свои варианты спасения угрожающей ситуации, вызванной оползневыми процессами. Первоочередное, я считаю, что 114-й причал, так называемый причал Бугова, мы тоже заслушали сегодня, они ждут предложений. То есть, это по проекту нашего Кузнецова, это глава проекта, который осуществляется уже больше трех лет по укреплению берегоползневой зоны. Надо однозначно предложить им мысовые формы, которые спасут в первую очередь и верхнее плато, это материковое, и нижнее, там где находится 114-й причал Бугова. И по мирному, с людьми расходиться. Здесь специалистов профильных и не надо, потому что я лично, как человек, которого бюджетная комиссия избрала ответственным за этот вопрос, я лично общался со всеми геологами, с Кузнецовыми, еще я говорю, это проектант проекта по берегу укрепительным сооружениям, который уже 10 лет работает, с сейсмическими службами и многими-многими службами, которые отвечают как раз за противоползневые зоны и противоползневые укрепительные работы. Потому, конечно, какие уже могут быть выводы, как только корректировка проекта, раз, изыскать средства из областного, из госбюджета, два. И в первую очередь жителей надо выслушивать, чтобы они не кричали, не говорили, не показывали такие обращения. Исполняющий обязанности городского головы Сергей Быченко выразил позицию исполнительных органов власти по вопросу берега укрепления. Я хотел бы очень искренне высказать сожаление по поводу того, что на заседании комиссии устроили некоторые депутаты. Я не хочу называть фамилии, оскорбляет и откровенно удивляет тот факт, что под предлогом вроде бы поиска источников инвестирования в берегу укрепительные работы, на самом деле была попытка превратить это в дешевый, я подчеркиваю слово, дешевый пиар своих каких-то попыток возглавить этот процесс или научить специалистов, как нужно реализовывать проект. Вот это, наверное, самое огорчительное. Потому что в конечном итоге председатель комиссии вынужден был ее закрыть, потому что обсуждалось на заседании комиссии, подчеркиваю, совсем не то, ради чего она собралась. А для Ильичевцева я еще раз хочу подчеркнуть, что все работы по берегу укреплению в районе улицы Приморской 9 микрорайона могут проходить только в соответствии с тем проектом, который на сегодняшний день есть. Другого пути нет. На сегодняшний день реализовать проект без помощи государства крайне сложно, так как стоимость масштабных работ неподъемна для бюджета города. Я еще раз называю эту цифру. В ценах 2012 года стоимость проекта была 55 миллионов гривен. Значит, сегодня эту цифру нужно умножить минимум на три, а то и на четыре. Мы в 2015 году попытались привлечь внимание Министерства финансов, профильный комитет Верховной Рады, председателя Верховной Рады к тому, что действует до 2017 года закон Украины, согласно которому нам на реализацию этого проекта из государственного бюджета должны были выделить 25 миллионов гривен. До сегодняшнего дня мы не получили ни копейки. И все наши обращения к центральным органам власти, к сожалению, ни к чему не приводят. Вопрос о ситуации, сложившейся в районе берегу крепительных работ, к сожалению, не имеет мгновенного решения. Этот вопрос по-прежнему будет оставаться одним из главных в повестке дня нескольких депутатских комиссий. А городские власти и депутаты Горсовета продолжат работы, направленные на привлечение средств для выполнения противоползневых мероприятий согласно проекту. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где в четверг в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с плановыми ремонтными работами в четверг 30 марта в период времени с 10 до 14 часов будет отключен от электроэнергии центральный тепловой пункт номер 11 по улице Александрийской 6, а также станция техобслуживания и автомойка. Ильичевский район электросетей приносит свои извинения за временные неудобства. Сегодня в городе ведутся активные работы по благоустройству. В течение последних нескольких дней специалисты городского управления жилищно-коммунального хозяйства установили новые скамейки в разных дворах города. С приходом весны наш город значительно преобразился. Благодаря совместной работе коммунальных служб и жителей Черноморска, сегодня практически в каждом дворе можно увидеть ухоженные клумбы, покрашенные бордюры и побеленные деревья. А в некоторых дворах города появились и новые скамейки. Так, в конце минувшей недели специалисты горжелуправления установили 4 скамейки возле двух подъездов дома номер 18А по проспекту Мира, бывшей улицы Ленина. Жители многоэтажки уже успели оценить преимущества новых лавочек. Ну, старые были скамейки, поломанные. Мы сами их строили, помаленечку доски доставали, просили людей, чтобы вот это. А теперь, слава Богу, нашелся человек хороший и нам поставил скамейки. Мы очень довольны, большой благодарны тем руководителям, которые постарались для нас. Выношу большую благодарность руководству, кто заменил скамейки нам, привели в порядок двор наш. Очень хорошо для пенсионеров ездить, посидеть, очень удобные скамейки. Также на днях скамейка по просьбам жителей была установлена возле 4-го подъезда дома номер 1 по улице Александрийской. А вот как долго новые лавочки прослужат, во многом зависит от сознательности горожан. А сейчас информация коммунального предприятия Ильичевского доканал о том, у кого в нашем городе не будет холодной воды. В связи с ремонтными работами на насосной станции в четверг 31 марта с 9 до 12 часов будет отсутствовать холодная вода в жилых домах и других объектах по проспекту Мира, бывшие улицы Ленина в домах 35А, 35Б, 35Б2, 35Г, 351, улицы 1 Мая, 1А, 1Б. Ильичевский доканал приносит свои извинения за временные неудобства. Специалисты коммунального предприятия Ильичевского доканал проводят работы по подготовке к включению городских фонтанов. Жители Черноморска считают, что такие фонтаны являются украшением нашего города. Сотрудники предприятия Ильичевского доканал готовят к включению городские фонтаны, работа которых была прекращена на осенне-зимний период. В течение нескольких дней специалисты проверят все необходимое оборудование этих объектов. Все фонтаны имеют оборотную систему, поэтому нужна вода только при запуске. Ну и периодически за счет того, что высыхает, испарение, может с ветром, доливаем, но это небольшое количество. Значит, у нас в эксплуатации находится 6 фонтанов. Расходы по содержанию оплачиваются городским советом. Сейчас ведется работа по подготовке этих фонтанов к работе, запуску к 16 апреля. Площадки рядом с фонтанами давно стали любимыми местами отдыха многих жителей Черноморска. Горожане считают, что такие объекты нужны и их может быть больше. Как приятно. Вот выйдешь погулять на улицу, на прогулочку, и вот садишься возле фонтанчика. Как красиво. Любуешься вот этими, как поднимается эта водичка. Это очень красиво. Смотришь на деток, как они играются, тоже радуются. И даже водичку трогают так вот чистенько. У нас фонтаны очень чистые. Это украшение. Это эстетически приятно и красиво отдохнуть возле фонтана. Тем более у нас. Спасибо нашему мэру и, в общем, кто там руководит этим всем, что очень много даже у нас фонтанов. Очень нужны, очень нужны. Малыши пока обследуют неработающие фонтаны и вместе с мамами ждут их включения. В любом случае много фонтанов не бывает. В любом случае красиво, приятно и весело и детям, и взрослым. Нам очень нравится гулять с ребенком. Это наше любимое место. Ждем, не дождемся, когда уже включат водичку, чтобы ребенок мог драться. Фонтан – замечательная часть благоустройства. И украсить родной город фонтаном могут не только профильный отдел горосполкома и коммунальные службы, но и любое предприятие или предприниматель. Если за счет предприятий или предпринимателей, частных лиц на земле, которая им принадлежит или является арендуемой, они благоустраивают эти территории. Естественно, имея на то соответствующие документы, конечно, это приветствуется. Любое благоустройство города приветствуется. Все фонтаны, которые эксплуатирует Ильичевский водоканал, будут включены накануне Дня города и будут радовать жителей и гостей до конца сентября. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас с редакцией новостей Ильичевского телевидения. С вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин